Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынков компании «Сипнил» и семья Артур Изиатуллин. Единопременная акция британского производственного сектора по производству, по поддержке экономики, прошед в первом квартале, показали данные в пятницу, фирмы ускорили отгрузку газовой продукции, ожидаю, что после брекса свои лета будут менее благоприятными. Дамы не позволили фонту отстоять уровень 1,30, однако призыв к покупкам, как можно видеть, британского валюта его достаточно сдержан. ВП-борос в соответствии с ожиданиями, в соответствии с прогнозом Банка Англии и рыночным консенсусом 0,5% в первом квартале, в главном выражении рост ВП также совпал с ожиданиями, увеличился на 0,8% и ускорился по сравнению с последним кварталом предыдущего года. Рост в котором составил 1,4%. Для британской экономики это стал лучший квартал середины 2017 года. Подставки продукции посеял бывший актуальным жесткий дедлайн по выходу Британии изъезд 29 марта. В условиях замедления экономики сложно придумать ориентир для британских фирм, лучше этого. Последние отчеты ПМИ показали, что фирмы также аккумулируют запасы, опасаясь, что страна тут нет блок по наих лучшему сценарию, то есть будет реализован сценарий жесткого Брексита, не будет заключена двухсторонняя торговая сделка с доступом к единому рынку ЕС. Однако официальная статистика проверила данное предположение, показав, что товарно-материальные запасы добавили в ОПМ всего 0,7%. Данные по некоторым фирмам, такие как оптовая торговля и услуги складов, также не нашли подтверждения этому. Торговый баланс внес отрицательный вклад в ОПМ, уже он долгое время это делает. Из-за перекоса в сторону импорта британские товары не нашли внешнего спроса в первом квартале, экспорт не изменился в первом квартале по сравнению с предыдущим, но вопреки ожиданиям роста на 0,7%. Компания, естественно, ориентируется на 29 марта, так как решение об отсрочке усилиями, например, мэй было принято всего лишь за несколько дней до дедлайна. Теперь предположительной датой выхода является 31 октября, и эта передышка может ослабить спешку компаний во втором квартале. На прошлой неделе глава банка Англии Марк Арни заявил, что ОЦБ ожидает замедления темпов роста 0,2%, то есть из-за того, что накопление товарно-материальных запасов замедлится, а фирма не будет торопиться с инвестициями до момента, как ситуация вокруг бритца станет более определенной. Данные опубликованной силы не показали, что ОЦБ недооценил потенциал данного катализатора. Британская экономика значительно покосила решение выйти из блока, рост замедлился с 2% в 2016 году до 1,4% в 2016. Экономика также пострадала от всепартийских настроений британцев и разрушения наложенной цепочки поставок в глобальную торговлю после начала торговой войны между Китаем и США.